Слава Богу за прекрасные минуты поклонения. Действительно приятно осознавать, навеки спасен, навеки возлюблен. И как мы пропели о имени Господнем, там склоняются горы, восстанут моря. Я хотел бы сегодня где-то отчасти продолжить ту тему, которая была поднята в прошлое воскресенье, когда мы говорили, слышали Слово Божье, одно из имен Бога, Эль-Шадай, Бог всемогущий, лично для нас, для наших детей, что это значит, почему это так важно. Я хочу сказать, что возрастание в вере невозможно без возрастания в познании. И как бы кто ни говорил, иногда люди противопоставляют веру и знание. Люди говорят, ну если знаешь, то уже не веришь, а если веришь, то и знания не надо. Некоторые даже утверждают, что там большая ученость и до безумия может довести. Ну, знаете, Библия не противопоставляет веру и знание. Написано, верою познаем, что веки сотворены Словом Божьим. Вера и познание, они в связке, они вместе идут. И в Слове Божье написано, что даже условием нашего пребывания во Христе Иисусе является познание Бога. Мы знаем также, это первое послание Иоанна, 5 глава, 20 стих, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе сесть истинный Бог и жизнь вечная. Бог дал нам и свет, Бог дал нам Слово, которое просвещает нас. Бог дал нам и разум в том числе, чтобы мы познавали Его и пребывали в Нем. И действительно, это процесс нашей жизни, Богопознание. Мы не говорим о каких-то знаниях земных, приходящих, для нас незначимых. И если так вот даже историю библейскую немножко пролистнуть, то мы увидим, что когда-то с познания недозволенного началось отступление людей, отдаление людей от Бога. Ну захотелось, ну соблазнились, ну познаем, что есть добро, что есть зло, потеряли то, что имели. Но именно и процесс познания Бога, самого истинного и ценного, что есть, позволяет нам вернуться в общение с Ним, вернуться в это единение с Ним. И потому так важно, когда мы даже с точки зрения рассуждения над именами Божьими рассуждаем, ведь это тоже откровение Бога о себе. Мы разными путями познаем Бога. Это есть какой-то наш практический опыт через Слово Божье, через творение, через явленные славы, чудеса и силы, и знамения и так далее. Разные пути есть Бога познания, но и есть этот путь через имена Бога. И на самом деле, когда мы говорим Эль-Шадай, или когда мы говорим Иегова Ирия, Иегова Рафа, Бог, который усматривает, Бог, который исцеляет, Бог, который есть Шалом, то есть мир наш, Бог, который след смотрит, там есть Эль-Руи и так далее. То есть во всем этом Бог открывает какие-то качества своей природы божественной, своего характера. И нам важно рассуждать, почему, потому что на самом деле мы тогда понимаем, на кого мы полагаем упование свое. Что именно этот Бог всемогущий, верный, неизменный, достойный того, чтобы мы надежду свою на Него возлагали. Чтобы мы благоговели пред Ним в осознании этой святости и праведности Божьей. Мы не можем вести себя по-небратски с Богом, мы должны должную славу, хвалу и поклонение воздавать Ему. Мы можем во всех наших трудностях и, может быть, каких-то непреодолимых для нас, как людей, обстоятельствах доверяться Ему. И мы слышим, и сегодня в том числе слышали это свидетельство, Бог вышел навстречу. Бог исцелил. Бог расторгузы. Бог изменил обстоятельства жизни. Мы понимаем, это не люди, это не связи, это не способности человека, Божье вмешательство. И поэтому хотел сегодня обратиться еще к одному имени или титулу, с которым мы сталкиваемся в Священном Писании. И на который, в общем-то, я даже так и не помню, чтобы кто-то сильно обращал внимание. Я не претендую сегодня тоже на полноту, глубину, вникнуть в эту тайну определенную. Но удивительным и парадоксальным образом могущество Божье, Его величие связано именно с этим титулом. Давайте обратимся к Священному Писанию, Евангелие Теана, 12 глава, и прочитаем небольшой отрывок этого места, несколько стихов. С 27 стиха, 12 глава Евангелия Теана. Слова Иисуса. «Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с Нима глаз и прославил, и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший то, говорил это гром, а другие говорили, ангел говорил ему. И Иисус на это сказал, «Не для меня был глаз сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изнан будет вон, и когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие, говорил он, давай разуметь, какой смертью он умрет. Тогда народ отвечал ему. «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесено быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?» Тогда Иисус сказал им, «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма, а ходящий во тьме не знает, куда идет. Да коли свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Аминь. Эта глава говорит о событиях предпасхальной недели, въезд в Иерусалим. В принципе, мы с вами предверили уже несколько недель, и мы будем говорить уже более подробно, может быть, об этих событиях. Когда Иисус въезжал в Иерусалим, множество народа, движение людей, масса людей, разное отношение к Нему, разная реакция. В большинстве люди восхищались, восторгались, приветствовали, полагали перед Ним эти одежды свои, пальмовые ветви. А сам на сыну Давидовому вроде бы восторг. Фарисеи и его соперники иные в разочаровании, даже в каком-то отчаянии. Мы ничего не успеваем, весь мир идет за Ним. Что же нам делать? И вот звучат эти слова в предыдущем месте, я не прочитал стих, когда в 23 стихе Господь говорит, Иисус же сказал в ответ, пришел час прославиться Сыну Человеческому. Там даже язычники присутствующие стали искать и вопрошать, просить. Мы хотим видеть Иисуса. Наступает это время, Он возвещает об этом времени, Он понимает, что приходит к кульминации весь Его жизненный путь. Это тот момент, это то место, где должно свершиться то, что Отец Небесный определил для Него, для Его земной жизни. Но я хочу обратить внимание, среди вот множества всех вот этих событий, которые происходят, хочу особым образом выделить вот эту фразу, два слова. Сын Человеческий. В принципе, оно не только здесь упоминается, и очень даже много упоминается Иисус Христос, называя Сыном Человеческим. И, кстати, в большинстве подавляющем, практически везде, именно Он Сам говорит о Себе, как о Сыне Человеческом. И здесь Он говорит в том числе, и люди задаются вопросом, а почему Христ должен вовек пребывать, а что значит вознесену, каким образом должен Он умереть и быть распятым. И задаются этим вопросом, а кто этот Сын Человеческий? Я так и назвал сегодняшний Тупроводь. Кто этот Сын Человеческий? О ком идет речь? Почему сегодня так важно для нас, ну хотя бы попытаться вникнуть, почему, Господи, Ты на это так много внимания обращал? Более 80 раз в Евангелиях именно таким образом говорит о Себе Иисус Христос. Сын Человеческий пришел, чтобы спасти, Сын Человеческий пришел и имеет суд, Сын Человеческий имеет власть над грехом или прощать грехи и так далее. И Он именно таким образом говорит о Себе. Почему важно для нас? Почему сегодня эти рассуждения должны каким-то определенным выводом нас подвигнуть, нас, людей, нас, сынов человеческих? Мы с вами сыны человеческие, ну и дочери в том числе, конечно же. Но в ином немножечко аспекте, который кардинально меняет наше даже понимание того, что я из себя представляю, для чего я здесь живу, каким образом я должен здесь жить, каким образом я должен поступать. Конечно же, рассуждая об Иисусе Христе, как о Сыне Человеческом, о Его титуле. Ну, во-первых, прежде всего, ни в коей мере я не хочу, скажем, рассуждая на эту тему, подорвать, скажем, какое-то наше упование в веру, что Иисус Христос есть Сын Божий. Да и аминь. Это так. И на самом деле, если мы смотрим, читая евангельскую весть, историю событий, то, в общем-то, людей и не надо было убеждать, что Он Сын Человеческий. Они так в это верили. Вернее, они не верили. Вот тут как раз-таки знали. И они возмущались и говорили, да Он там плотник, да вот Его там мать и Его братья и сестры между нами, да мы знаем, откуда Он. Ну, люди знали, люди видели, и они понимали, что да, действительно, Он один из нас, как мы. Больше было проблем как раз-таки с Сыном Божьим. Именно за это Он пострадал. За то, что, как написано, делал себя, или там, осудившие Его говорили, Он делает себя Сыном Божьим. За это Он пошел на крест. Он, написано, открылся Сыном Божьим в Сирии по Духу Святыни, воскресного из мертвых. И действительно, когда Петр тот же сказал, что ты... И он задал вопрос Иисусу ученикам, за кого почитает Меня Сына Человеческого? И Он говорит о том, что ты, Христос, Сын Бога Живого, за что и получил определенную похвалу и сказал Иисус Ему, это не ты сам каким-то образом дошел до этой мысли, понимания, свыше тебе это дано. Но я ни в коей мере, еще раз повторяюсь, не хочу перечеркнуть, воистину мы верим в Сына Божия, Господа, пришедшего во плоти, родившегося здесь, на эту землю, пришедшего для того, чтобы искупить, спасти нас. И благодаря этому мы имеем сегодня право в вычисле детей Божьих. Но обращаю внимание, что тот же апостол Павел в первом послании к Тимофею, хорошо для нас известное местописание, когда он говорит о посредничестве, написано первое послание Тимофея, 2 глава, 5-6 стихи. Ибо един Бог и единый посредник между Богом и человеками, который человек Христос и Иисус, предавший себя для искупления всех. Обратите внимание, что когда апостол Павел говорит и открывает эту истину в посредничестве, он говорит об Иисусе Христе как о человеке, опять же, как о Сыне Человеческом. Вообще, рассуждая над Священным Писанием, хочу на первое, что обратить внимание, это то, что вот этот титул или это имя, Сын Человеческий, именно в Иисусе Христе обретает свой новый смысл, как понятие. Вообще, исследуя Писание, я думаю, что мы неоднократно найдем, когда Господь, используя эту фразу Сын Человеческий, использует ее как синоним всех людей, рожденных от матерей, от отцов, людей, которые являются представителями человеческого рода. И практически везде этот Сын или Сыны Человеческие противопоставляются как смертные человеческие существа предвечному всемогущему бесконечному Богу. То есть, есть люди ограниченные, конечные, и есть Бог бесконечный, премудрый и вечный. Несколько стихов Писания. Ива, книга, 25 глава, 4-6 стихи, один из друзей Ива, рассуждая о праведности человеческой, о том, что она себя представляет, говорит, «И как человеку быть правым пред Богом? И как быть чистым, рожденному женщиной? Вот даже луна и та несветла, и звезды нечисты пред очами его, тем менее человек, который есть щервь, и сын человеческий, который есть моль». Трудно назвать это титулом. Трудно назвать это какой-то похвалой. Он рассуждает и говорит, если с точки зрения чистоты и праведности Бог усматривает несовершенства даже в звездах, там, каких-то планетах, то тем более, и сыны человеческие просто, которые как моль, которые ничтожные, которые действительно приходящие, имеют это приходящее состояние. В Псалме 61, 10 стих написано, «Сыны человеческие только суета, сыны мужей ложь, если положить их на весы, в синюю мести легче пустоты». Опять же, в общем-то, исследуем, мы должны, в общем-то, и согласиться. Почему? Потому что действительно мимолетна жизнь всякого человека приходит, рождается и умирает, достаточно быстро проходит его жизнь. Почему здесь и написано, что они ничтожные, они легче пустоты, если положить их на весы. Числом 23 глава, 19 стих написано, «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит». В этом месте Писания конкретно противопоставляется Бог с его верностью, неизменностью, могуществом. И, с другой стороны, противопоставляются сыны человеческие, которые изменчивы, ложны, которые непостоянны, которые говорят и не делают, на которых нельзя положиться. И, в общем-то, мы должны признать, что мы живем в окружении таковых людей, да и сами, позволю дерзновение себе сказать, были таковыми. Дерзновение именно в том, что были. Хочу надеяться, что мы уже не таковы. И кому из нас не приходилось притыкаться на людях? Да практически всем. Когда мы положились, когда мы доверились, когда мы, может быть, самые сокровенные открыли пред другом, близким своим, и в ответ получали неверность, отчасти даже и предательство какое-то. Когда мы понимали, что человек при всем своем устремлении, желании быть верным другом, быть примерным родителем и так далее, но, к сожалению, таковым не является. И Писание говорит об этом, что да, действительно, вот это положение или вот это название, этот сын человеческий, не самое лучшее далеко похвала. Но удивительно, что именно сына Божия, как я сказал в Писании, так часто называют сыном человеческим, он сам себя так называл. И в том же Ветхом Завете, при всем противопоставлении верности и неизменности Бога и тщетности, суетности человека, мы находим удивительный образ, пророческий образ. Книга Даниила, 7 глава, 13-14 стихи. И давайте вернемся вот к этому местописанию, потому что здесь говорится тоже о сыне человеческом, но совершенно иной природы. Написано, видел я, пишет Даниил, в ночных видениях вот с облаками небесными, шел как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему, и ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему, владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Аминь. В предыдущих стихах Даниилу было показано вот это видение земных царств, и все эти видения земных царств были выражены в образах зверей тех или иных. И единственный образ, здесь сын человеческий, образ царства Божия, владычество Господня, оно отождествляется именно с этим сыном человеческим. Соединяются как бы две ипостаси Божии. С одной стороны, ветхи днями, если мы говорим иногда о людях уже таких преклонных годах, ветхи днями, то имеем в виду что? Имеется в виду, что уже человек постаревший, знаете, плечи там согнулись, ноги там едва передвигает, шаркающая погодка там, глаза уже там, зрение не то, и так далее. То есть мы, ну иногда так даже употребляют некоторые братья, такой вот ветхи днями брат пошел. Имею в виду, что уже там столько он прожил, что уже годы эти давят на его плечи. Но когда мы здесь читаем о ветхом днями, то здесь не идет речь о каком-то таком ветхом старце, который там едва-едва там сидит и к нему там подвери кого-то. Абсолютно нет. Ветхи это древние, бессмертные, вечные. Дни, которые неисчислимы, но которые отнюдь не потерял в своей славе, в своей силе, в своем могуществе и позвольте употребить Эль-Шадай, ветхи днями. Но он в своей славе, он в своей силе. И здесь подводится Сын Человеческий. Подобие Сына Человеческого написано здесь. И вот это соединение, вот это откровение, пророческое откровение в полноте, оно потом открывается уже в Новом Завете, тогда, когда принимая человеческую природу, Вечный Бог, бесконечный Бог ограничивает себя, принимает воплощение эту человеческую природу, совершенно соединяется с нами, людьми, и называет себя, и не стесняется это делать, Сын Человеческий. Интересно то, что именно Ему, пророчески здесь написано, Его Владычество, Владычество Вечное, Его Царство, Царство Непоколебимое. И обращаю внимание, что уже даже здесь говорится не только о Нем, но говорится еще о тех людях, которые будут Его людьми. 27 стих, это же 7 главы пророка Даниила, написано, «Царство же и власть, и величие царственное по всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого Царство, Царство Вечное, и все властелители или властители будут служить и повиноваться Ему». Идет речь о народе святых Всевышнего. Хочу задаться вопросом, братья и сестры, а кто этот народ? Кто эти святые, как здесь написано? Кто эти, которые являются народом Всевышнего, народом Божьим? Кто эти люди, которые призваны из тех звериных царств в Царство Божие, Царство того, кто как царь, как вождь, в образе Сына Человеческого явлен здесь, в этой книге? Я благодарю Бога, братья и сестры, мы с вами этот народ. Мы с вами эти люди, которых Бог взял в удел. Некогда не народ, ныне народ Божий. Некогда далекие, сегодня свои близкие, родные для Бога. Я благодарю Бога за то, что Бог сделал нас частью этого вечного, непокоребимого Царства Божия. Но смотрите, удивительная, опять же, парадоксальная вещь. Всемогущий Бог. В чем его могущество проявляется? В том, что этот всемогущий Бог смог стать ограниченным человеком. Он стал Сыном Человеческим. И если мы говорим о победе, мы поем, мы говорим об искуплении, мы говорим о том, что Иисус наш Спаситель. Скажите, кто одержал эту победу и в каком, ну, условно говоря, облике одержал эту победу? Пришел ли Эль Шадай, от которого в присутствии дымились там горы, рассыпались холмы и так далее? Бог ограничивает себя. Бог воплощается в Сыне Человеческом, приходит на эту землю и совершает то, в уничижении, в оскорблении, в смерти, в страданиях, что было так ожидаемо и так желаемо, и так невозможно до определенного момента. Бог соединяется в этом могуществе с ограниченным человеком. И как здесь написано, и мы читаем в Священописании Новый Завет, даже в своем таком уничижении. Там не было какого-то особого, как написано, вида, величия. Не было того, что привлекало бы нас к Нему. Не было каких-то выдающихся таких внешних данных, которые заставляли бы людей следовать за Ним. Не было этого. Но тем не менее, все, что Он говорил, Он говорил со властью. Тем не менее, когда принесли расслабленного, и вместо того, ожидая, что Он исцелит прежде, Он говорит, чадо, прощаются тебе грехи твои, люди начинают возмущаться, удивляться, даже где-то противоставать, кто Он такой. Кому дано это право прощать? И Он говорит, Сын Человеческий имеет на это право. Написано, что Суд Божий, Отец Небесный, а дал Ему, Иоанна 5, глава 27 стих, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. И когда фарисеи, опять же, там в ярости своей возмущались, да как Он смог, переступил традиции отцов, в субботу позволяет ученикам есть, исцеляет больных, оказывает помощь в каких-то вещах. Он говорит о том, что Сын Человеческий есть Господин из субботы. Он заявляет не просто своих надуманных каких-то, ну, скажем, претензиях на царство, на власть, но Он подчеркивает это, Он показывает это. И для нас важно еще одно, как бы уже в будущем событие, что именно в образе Сына Человеческого будет явлено присутствие, явление Божье в день Второго пришествия. 24 глава 30 стих Евангелия от Матфея написано, «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидит Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою». Итак, знамение Сына Человеческого. Когда-то Он пришел как раб, когда-то Он пришел как слуга, когда-то Он был уничижен, но Его Второе пришествие тоже будет в этом образе Сына Человеческого, но совершенно уже иной природы. И первое, на что хотел обратить, что Бог, сотворивший человека, давший Ему это право, особое положение при лицом Своим, назвавший Его Человеком, через Иисуса Христа, как Сына Божия, как Сына Человеческого, восстанавливает нас то, что было потеряно, то, что было украдено, то, что было потеряно через грех. И в Первом Послании к Орифинам, 15 главе, апостол Павел очень глубокую и важную мысль подчеркивает, 47-49 стихи, Первый человек из земли, перстный, Второй человек, Господь с неба, каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные, и как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Аллилуйя! Первый Адам, веткий Адам, первый человек, который ввел всех сону человеческих в это уничиженное, суетное состояние, Второй человек, Господь с неба, Новый Адам, который новую свою природу дает нам. И как мы носили этот образ земного, так будем и носим сегодня образ небесного. Это не просто даже то, что мы ожидаем. Искупление тела нашего, прославленное тело, которое мы получим после нашего воскрешения. Я хотел бы на второе обратить внимание. Не только восстановление нового смысла нашего состояния как становочеловеческих. Но более того, хотел бы еще обратить наше внимание, что это показывает нам, Сын Человеческий, новый образ жизни для каждого из нас. Он жил, служил, помогал людям, другие какие-то вещи делал именно как Сын Человеческий. И потому для нас сегодня Сын Божий, Его откровение показывает, как нам спастись. Мы понимаем, никто из людей не мог бы заплатить за свои грехи и преступления. Сын Божий это сделал. С другой стороны, как Сын Человеческий, Он показывает нам, как должно нам жить, как должно нам поступать людям, которые носят себе этот небесный образ. Людям, которые приняли эту новую природу. Люди, которые через Господа получили это восстановление в своем положении, в своем праве при лицом Господнем. Как должно жить. Я понимаю, что время не позволяет, но несколько моментов, на что я хотел обратить внимание, что было свойственно Иисусу, чему мы должны научиться, и что подтверждает то, что мы действительно имеем эту новую Божью природу, как Сыны Божьи и Сыны Человеческие. Первое – это служение. Дух Христа – это дух служения. В Матвея, 20 глава, 28 стих написано, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Первое, на что я обращаю внимание, если мы следуем Христу, за Христом, если мы уподобляемся Ему, первое, что Бог будет побуждать нас делать, это служить и служить так, как делал это Иисус. Иисус, самое главное, с мотивом, не под принуждением, не под страхом, не под приказом, не по чувству даже долга, хотя само по себе чувство долга важно, безусловно, из любви. В следующей главе, вот в этом Евангелии от Иоанна, 13 глава, написано о том, как Иисус послужил Своим ученикам в эту ночь, для Него страшно. И написано в первом стихе этой 13 главы, перед праздником Пасхи, Иисус, зная, что пришел час его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Итак, первое, служим ли мы с любовью? Служим ли мы с той любовью, которая была присуща именно Иисусу Христу? Любовь личная, своих возлюбил, любовь неизменная, написано, до конца возлюбил, любовь самоотверженная. Скажите, вот в данный момент, если так вот перенестись туда, самые благоприятные условия были для того, чтобы Иисус служил Своим ученикам. Для Него личная, это была самая тяжелая ночь в Его земной жизни, потому что Он понимал, куда Он шел. Он знал, для чего Он определен, Он понимал, что должен Ему перенести, но удивительно, и это вдохновляет нас, Он не о себе в этот момент думает. Он думает о учениках, Он знает их сердце, Он видит их состояние, и Он самоотверженно служит им. В ту минуту, когда любой бы из нас, наверное, сказал, брат мой, сестра, что ты от меня хочешь? Да мне самому нужна поддержка, помощь, понимание, да бы мне самому сердце кому-нибудь излить, а ты приходишь ко мне со своими нужными, проблемами, переживаниями, помолись, да и наставление, может быть, совет какой-то. Мы, как люди, порою в каких-то трудных, сложных, стесненных обстоятельствах не думаем о том, чтобы кому-то послужить. Мы думаем о том, чтобы кто-то пришел бы к нам. С одной стороны, это нормально, и Слово Божие учит, чтобы мы носили бремена друг друга. Но давайте попытаемся, по крайней мере, постараемся тогда, когда даже нам не очень хорошо, а может быть, даже очень плохо подумать о тех, кому еще хуже. И может быть, служа даже в этой ситуации, в таком состоянии, мы быстрее получим какое-то обновление, облегчение в тех трудностях, с которыми мы сами столкнулись. Давайте переключим вектор внимания, мыслей своих, со своей проблемы на тех людей, у кого эта проблема несравненно больше. Давайте служить с этой самоотверженной, жертвенной любовью. Второе, что здесь Господь показывает в этом Своем служении, Он показывает определенную уверенность. 13 глава, 3 стих. Итак, о чем? О какой уверенности я говорю? О том, что в данный момент времени Он не был озабочен мыслями о том, какое впечатление Он произведет. Он не был озабочен мыслями, а что бы мне подумают? А не подорву ли я свою репутацию? Мне надо держаться в своем положении, я же Господь, я Учитель. Он не думал о подобных вещах, Он никому ничего не доказывал, Он у кого ничего не требовал. Все, что наполняло Его сердце, это то, что Он может дать, а не то, что принять в этот момент своей жизни. Почему? Потому что Он знал, кем Он призван, кому Он принадлежит и что Он должен сделать. И у Него не было каких-то мыслей, а что подумают? А какое мнение обо мне сложится? А как это я унижусь? А как это ученики на меня посмотрят? А я в их глазах упаду? Так похоже на нас, согласитесь, братья и сестры. Так похоже на нас, когда мы множество аргументов приведем для того, чтобы не делать. И теряем эту уверенность. Если ты призван Господом, если ты на том пути, который Бог определил для тебя, будь уверен и не взирай, и не оглядывайся, и не связывай себя мнением людей, мыслями, положением, статусе, портфеле, неважно все это. Только уверенный в Боге, в призвании Божьим человек, с одной стороны, может сделать великие вещи, которые невозможны, по определению невозможны для человека. Когда человек просто говорит, я приводил этот пример, когда сестра англичанка хотела служить Господу, но ничего не имела. По большому счету, уже и возраст такой был, когда, ну, казалось, Боже, что тебе, куда там тебе еще стремиться? Настала на колени пред Богом, сказала Господь. Вот такая, как я есть, вот эти несколько монеток, которые есть у меня. Но мое сердце зажжено тем, что происходит там в Китае. Я хочу поехать туда, на эту миссию. Знаете, кто бы сказал там, да что ты, сестра, да ты просто в обольщении. Какой Китай? Ты вот тут, может быть, где-нибудь там в Англии там найди, где послужить. Но она преодолевает всю эту Европу, она преодолевает этот Восток, она преодолевает там военные, вот эти все территории, которые были охвачены военными действиями. Она приезжает туда, в этот Китай, и Бог через этот немощный, слабый сосуд, но призванный Богом, делает то, что сотни, тысячи людей познали Бога. Когда пробуждение пришло, имя ее там чуть ли не, ну, самоизвестное в Китае до сих пор там помнит, и не только там прочим. Неизвестный человек, вошедший в призвание Божье и уверенный, что самое великое возможно для самого малого, Божьего, который призван Богом, наделен теми способностями, талантами, которыми Бог наделяет нас. И другая сторона, только уверенный человек, с другой стороны, может сделать то, что для многих унизительно. Знаете, только уверенный в призвании Божьем человек может склониться, может делать такую работу, которую там мы, может быть, даже и близко бы никогда бы и не делали. Потому что мы, опять же, не заботимся тогда о том, что подумают, вот, уничижился, вот, там, последний, там, где-то вахтер, где-то там, может быть, служба порядка стоит, а что это за служение? Или, как там, однажды, так пренебрежительно, да подумаешь, там, какие-то стишки я тут буду рассказывать, это ж не по мне, мне дать эту сову спеть и так далее. Знаете, когда человек подобные вещи высказывает, то это человек, который не о служении, не о Боге и не о людях заботится, он заботится о своем статусе. Уверенный человек в призвании Божьем, он не побоится умолиться, он не побоится, не возгнушается даже грязной работой, как люди иногда говорят. Я эту работу делать не буду, он будет делать, и он будет в этом прославлять Господа. И последнее, что здесь касается, именно служение Его, как Сына Человеческого, то, что даже в этом вот месте написано, это то, что Иисус первым начинает служить людям. Он проявляет инициативу. Вот, казалось бы, по-человечески пришли люди, в культуре того времени должен был быть слуга, раб, который встречал, проявляя гостеприимство, должен был умыть ноги гостям, проявление этого гостеприимства. И иной бы человек, может быть, сказал бы там, Петр или ты там, Андрей, возьми-ка там сосуд, возьми там с водой и умой нам всем ноги. Отдал бы приказ, переложил бы на кого-то, пригласил бы кого-то, поручил бы кому-то и так далее. Но истинное состояние сердца слуги, оно побуждает его не переключаться на кого-то, не перекладывать на кого-то. Он видит, есть нужда. Он берет этот сосуд с водой, берет это полотенце, склоняется перед своими учениками и умывает им ноги. Всего-то. Как люди, порою мы, можно услышать, брат, про какую инициативу ты тут говоришь? Какое тут поспешное служение? Сиди тихонько, пока тебе по шапке не наступали, не настучали. Инициатива наказуема, сказали, сделал, не сказали, живи тебе спокойно, не напрягайся, тебе что больше, чем кому-то нужно. Мы найдем всегда широкие плечи или спину, за которую мы им удобно станем, спрячемся. Но он же более образованный, более молодой или более уже зрелый и так далее. Чего мне там напрягаться? Знаете, Христово служение заключалось в том, что он видел нужду, и он на эту нужду отвечал. Есть два рода служения. Есть служение, когда мы умываем ноги, проявляя эту правильную, Богом определенную инициативу. И есть служение, когда мы умываем руки и становимся в сторону, как это сделал когда-то Понтий Пилат. Я тут ни при чем. Это ваша беда, это ваши проблемы. Я умываю руки. Я хотел бы пожелать всем нам служить так, как служил Сын Человеческий. С любовью, посвященностью. И именно с таким состоянием сердца. Не руки умывать, но действительно склоняться и делать то, что Бог призывает нас. Второе, на что я хотел обратить внимание, может быть, чуть покороче, но тем не менее, это то, что его пример как Сына Человеческого является особое отношение к людям. К людям несовершенным, людям далеко не идеальным. И 9 глава Луки, Евангелие 55 и 56 стихи. После того, когда ученики, возмутившись поведением самарян, сказали, Господи, повели ему, помолимся огонь, как Илья, когда-то там помолился, сойдет на этих негодных самарян. Но он, написано, обратившись к ним, запретил им и сказал, не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. И пошли в другое селение. И Иисус обращает внимание учеников. Да, они ревнуют, да, они переживают. Да, как они, эти самаряне, обратились к нашим Учителям, нашим Господом. Он говорит, послушайте, исследуйте свое сердце. Какого вы духа? Вот он, как Сын Человеческий и Сын Божий, впрочем, мог бы быть над людьми. Согласны вы с этим? Он мог бы высоко на них смотреть, повелевать, весомое слово свое и так далее. Да, его слово было весомым, но он был наравне. Он был доступен, он был близок, он был внимателен, он был притягателен. Люди в этой простоте, его отношения, они были влекомы к нему. Он был в тех местах, где люди праведные быть просто по определению не могли. И они возмущались. Да кто он такой? Да какой он имел право войти в этот дом мытаря? Да какой он, пророк, если бы он знал, да он бы не позволил бы этой женщине вообще его коснуться? Как он может быть так поступать? Как он может пить и есть там с мытарями и грешниками, сидя в их собраниях? Он переступал определенные традиции, правила, нормы, но не для того, чтобы прослыть каким-то бунтарем, революционером. Он строил отношения. Он искал тех, кому можно было послужить, потому что он пришел спасти погибшее. И он искал это погибшее. И он не гнушался этим погибшим. И он, видя немощь, уязвимость людей, написано о нем, льна курящего не угасил и трости надломленной не переломил. Мы, будучи людьми несовершенными, порою как боги себя ведем над людьми, выше их голов, выше по статусу, ставим, утверждаем этот статус. Христос так не поступал. И действительно были ситуации, когда даже ученики сказали, Господи, фарисеи там о тебе соблазнились. Он говорит, не растение или растение, которое не Отец Му Небесный насадил, оно искренится. То есть он не волновался от того, что что-то в его поведении станет для них там камнем преткновения, как это так, субботу нарушил. Он строил отношения. Он сострадал людям. И обратите внимание, хорошее местописание, известное для нас, когда он пришел к Марфе, Марии, умер Лазарь. И скажите, вот по-человечески даже, он знал, что Лазарь будет воскрешен. Он знал. Он шел для этого. И можно было в той ситуации, в тот момент, где-то улыбнуться, даже сказать, Марфа, Мария, да что вы переживаете? И там, знаете, радостные слова найти, сейчас вам покажу, там, вы увидите, вы возрадуетесь. Но прежде, чем он это сделал, написано, он прослезился. Иисус, а что ты плачешь? Неужели на показ? Я свято верю. Нет. Это не была игра. Это не было на показ. Это не было там, как-то, знаете, как были тогда профессиональные плакальщицы, которые рыдали так, что всякое сердце разрывалось от боли. Так они плакали. Но плакали за плату, потому что их наняли, и нужно было создать соответствующую атмосферу печали, скорби. И они это делали. Кто-то плачет сегодня от самосожаления. Кто-то плачет, какие-то такое выражения, крокодилями слезами. Знаете, есть такое выражение, люди считают, или, по крайней мере, раньше считали, что крокодил, поедая жертву свою, так сочувствует ей, так сожалеет о ней, что даже и плачет от сочувствия к ней. Да не жалеет он свою жертву, там есть другие процессы в его организме. Но, тем не менее, выражение закрепилось. То есть о людях, которые плачут, но поддельно. Люди, которые плачут, но сами являются виновниками той или иной беды в жизни других людей. Но ничто это не присуще было Иисусу. Он сострадал, он прочувствовал боль этих сестер. И хотя он знал, воскреснет, вернется, увидит живым, Но, тем не менее, в тот момент возмутился его дух. Его дух возмутился. А наш, иногда, знаете, такой упорный, такой черстый, ничем не возмущается. Непробиваемый. Никаким образом ничто не касается нас. Мы, знаете, такие, да поможет нам Господь иметь это чуткое сердце. Да поможет нам Господь, как с нам человеческим, следующим образу Иисуса, иметь эти правильные, добрые, открытые, близкие отношения, будучи внимательными и дорожа друг другом. И последнее, третье, это то, что тоже, как Сын Человеческий, Он проявил в своей жизни это отношение к воле Небесного Отца. Восьмая глава Иоанна, 28-29 стихи. И так Иисус сказал им, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от Тебя. Но как научил Меня Отец Мой, так и говорю, пославший Меня, есть со Мною. Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно. Аминь. Я буквально коротко, но хочу обратить внимание, смотрите, никто на Ним не стоял, никто Его не принуждал, никакой комитет, никакие там какие-то надзорные органы, как ты будешь делать, что ты будешь делать. Он, будучи Сыном Человеческим, знал волю Небесного Отца и был последователен, верен, до конца послушен и подчинен в исполнении этой воли. Да, Он проявлял Отче, да минует Меня чаша сия, но, впрочем, не воля Моя, но Твоя да будет. Да, Он выслушал учеников, но, тем не менее, Он не угождал мнению людей. Да, может быть, семья свое что-то утверждала, это были люди дорогие, близкие Его сердцу, мать Его, братья и сестры, но Он знал, есть некая высшая цель, есть некая воля совершенная. Я хочу сказать, братья и сестры, даже здесь, на примере Иисуса, воля Божья для нас, в том числе, совершенная, угодная, но, знаете, для того, чтобы в эту совершенную волю войти и ее исполнить, порой потребуется наивысшая цена. Порой потребуется заплатить наивысшую цену для того, чтобы эту волю исполнить, проявить мужество, проявить твердость. Иисус не был движим прагматизмом, рационализмом. Кто-то, может быть, на другой бы на кресте сказал, Господи, да еще не время, да я же еще молодой, да ученики не в том состоянии, да Петр от Меня трекся, а как же я Ему доверю проповедь Царства Божьего, мне надо еще с ними побыть. Но Он знал, есть время, есть место, есть крест, которым определен, ни позже, ни раньше. И Он не искал каких-то возможностей, да, наверное, были люди тогда еще, которым нужно было исцеление, и кто-то другой бы, может быть, целую эту карьеру построил на этих исцелениях, развил бы эту сеть целых там и целительных каких-нибудь там компаний, чтобы люди исцелялись. Но не это было главное. И в Исаии, 50 глава, 5-7 стихи, как о рабе Господнем, непоколебимом и твердом написано пророчески, Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим, и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поругания и оплевания, и Господь Бог помогает мне. Поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как ремень, и знаю, что не останусь в стыде. Я хотел бы себе и каждому из нас пожелать, Господи, позволь, помоги, так прожить, так исполнять Твою волю, чтобы мы не постыдились, не остались в суде. Даже если нужно предать хребет мой, как здесь написано, даже если ланиты на поражение, даже если, может быть, поругание-плевание, Господи, дай пройти. Помоги, Господь, быть верным Тебе до конца. И не ищутся долго, даже люди, я приводил этот пример, постараюсь, может быть, кратенько вспомнить в прошлом году, может быть, так, не очень-то, это такая новость была. Умер один японец, умер в возрасте 92 года, насыщенный днями, и все бы ничего, но интересна судьба этого человека. Когда-то, в годы войны, в 44-м году, будучи молодым человеком, он был призван на службу, ему было поставлено задание, ему дана была цель на конкретном острове вести боевые действия, дана была группа подчиненных ему людей, и он принял этот пост, он принял этот приказ, он пошел на эту войну, прошли годы, буквально некоторое время, завершилась война, год за годом стали проходить, а он выполнял свой приказ. Они были там, в этих джунглях, они там партизани, или какую-то базу там создали, и так далее, их считали долгое время уже потерянными, медали там выписали, награды какие-то определили для них, и потом вдруг какое-то время выясняется, что там кто-то на этом Филиппинском острове до сих пор там какие-то диверсии проводит, партизани там, условно говоря, и в общем-то даже какие-то там специальные команды посылались, найти, убедить, где-то там говорили им через громкоговорители, что Япония уже сдалась, что война закончилась, выходи, твоя семья ждет тебя. Знаете, сколько он воевал? До 74-го года. Я уже в школу пошел, а он до сих пор еще там в этих лесах, в этих джунглях выполнял приказ. И удивительно даже не то, кто-то скажет, да тупой солдат какой-то попал. Вместо того, чтобы домой пойти, мирную жизнь и так далее, там жена, дети, мать, которая ждала там, зачем ему это надо было? Да, можно так рассуждать, но меня зацепило, употребляю это слово, другое, что когда там его в этих джунглях где-то нашел японский студент и рассказал ему, что давно война закончилась, что давно мирное время настало и так далее, с одной стороны веря, с другой стороны он сказал, я не могу оставить моего боевого поста без приказа моего командира. И все тут. Знаете, пришлось там японскому этому правительству найти его бывшего командира, майор звания. Он уже был на тот момент никаким не офицером, работал в лавке, продавал литературу, нашли ему форму, послали туда, привезли, и он отдал приказ, такой-то, такой-то, и приказывает тебе сложить оружие выйти. Знаете, только тогда этот солдат вышел, сложил оружие, дал отчет о всем том, что он сделал за это время, за 30 лет, и сдался на милость. Знаете, вот я так думаю, Господи, ну вот этот солдат, ему уже там было, ну добавьте, там 22 года, ему было потом плюс 30, уже за 50 было. Верный долгу солдата, верный приказу командира, верный императору, который к тому моменту уже помер, его и не было. Он выполнял свой долг, стоял и делал то, что должен был делать. Я условно, приблизительно привожу эту иллюстрацию, но действительно хочу, Господи, ведь мы-то не из долга перед человеком, ведь мы-то, как люди твои, как сыны человеческие, из признательности, благодарности и любви должны более чем этот солдат стоять, делать, утверждать то, что ты определил для нас. Не уходить, не где-то в сторону куда-то уйти, а сделать то, что тобой определено. И как награда, завершая это слово, я понимаю, что не самая, может быть, вдохновляющая ситуация, Стефан, мученик, побиваемый камнями. Скажите, когда его побивали камнями, что он увидел? Он видел не камни, он видел не разъяренную толпу, он видел небо отверстым и Сына Человеческого, который стоял на десную Бога. Да встретит нас Господь, тогда, когда мы пройдем этот путь. Да увидим мы это отверстые неба, и да увидим мы этот образ Сына Человеческого, который будет встречать нас, утомленных, изнемогших, но не побежденных. Да укрепит нас Господь. Давайте поднимемся и помолимся. Хвала Тебе, Господь дорогой. Мы благодарны Тебе. Мы прославляем Твое скотовое имя, Господь, потому что Ты Бог, Который спас нас. Ты сделал то, что было невозможно ни одному из людей. Будучи Сыном Божьим, Ты пришел на эту землю, чистый, непорочный, агнец Божий. И Ты взял грехи всего человеческого рода на себя. Но будучи Сыном Человеческим, Ты показал нам, как должно жить нам, как должно служить нам, как должно нам относиться друг к другу, как должно относиться к поручению, приказу Небесного Главнокомандующего. И поэтому мы хотим учиться Тебя, Господь. Мы хотим, Боже, радуясь в том статусе детей Божьих, радуясь тому, что Ты дал нам эту новую природу, что мы более уже не суетны, что наша жизнь не напрасна, не пустая, не тщетная. Будучи сынами человеческими сегодня, Господи, Ты ввел нас, Отче, Царство возлюбленного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. И мы благодарим Тебя за это право, за эту приверегию. Мы живем сегодня в этом Царстве. Мы желаем служить и утверждать это Царство. Это Царство вечное и непоколебимое. Мы хотим пройти свой путь и пройти достойно, Господь. Мы хотим не постыдиться. Мы не хотим отступить назад, Господь, что бы ни происходило, перед какими бы трудностями мы ни стояли, но дай нам войти в это небо. Господи, увидим знамение явления Сына Человеческого не в ужасе, не в ожидании суда или гнева, а в ожидании похвалы, в ожидании венцов, которые Ты будешь давать верным, послушным, прошедшим этот земной путь. Помоги же нам, Господь, и благослови, что бы откровение Твоего Слова, откровение Твоего имени, они, Господь, вдохновляли нас, они исправляли, изменяли нашу жизнь, что бы нас соответствовало, Господи, Твоим намерениям, Твоей воле, что бы мы во всем старались угодить Тебе. Благослови дальнейший ход этого собрания, служения. Деток наших мы благословляем, которые направятся в воскресную школу. Благослови этот сбор, наше участие в материальном служении, десятины пожертвования мы приносим при лицо Господне. Благослови, что бы, Господи, каждый жертвующий делал это, как служение пред Господом. Отец Небесный, благослови всех нас и дальнейшее это служение. Пусть будет во славу Твою. Мы молимся об этом, Отец, во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аминь.